здравствуйте друзья вечерний вопрос меня зовут константин мы живем в россии нам женой по 28 лет дочке полтора года уже потихоньку начинает говорить играем в деви лотерею но надежды мало строим планы на жизнь в россии хотя душой я давно уже там английский у нас средненький научить его пока что смысла не вижу действительно так как без практики он быстро вылетает из головы а свободное время можно занять более важными в данный момент дела и в то же время понимаю что базовые знания заложенные в детстве уже никуда из головы не выветрится поэтому считаем что неплохо было бы запомнить заложить дочки знание английского с детства ведь со знанием языка пусть не все но большинство дверей в жизни для нее будут открыты ну как вот и задумались в каком же возрасте нужно начинать учить английский здесь есть вариант обучения самого детства но у нас недостаточный уровень чтобы учить ее самостоятельно плохое произношение небольшой словарный запас и так далее ну то есть самим как бы не годится до изучения сразу двух языков будет сложным и для родителей и для ребенка другой вариант не торопиться дождаться когда она начнется свободно разговаривать по-русски 4 5 6 лет и заниматься у преподавателей но не поздно ли эту третий вариант начать изучение с факультативных занятий по английскому в школе они проводятся примерно со второго класса хотя уроки по основной программе начинаются с 5 такие занятия довольно эффективны знаю по своему опыту но зачем столько ждать если можно раньше конечно я понимаю что все зависит от ребенка но может быть у вас или ваших знакомых есть подобные примеры как определить ту самую золотую середину когда уже не рано но еще не поздно начинать учить английский уже не рано но еще не поздно может быть вы знаете другие способы изучения языка детьми о как давайте обсудим их дело тема хорошая значит как бы это они все делают но не для не под эмиграцию а дома чтобы я памяти своей возвращаюсь к своему так сказать детству и подростковому возрасту и могу сказать что в наше время очень прилично говорили на иностранных языках дети которые ходили в специализированные школы английские французские немецкие даже по-моему испанская школа одна в москве была очень даже прилично говорили я помню я то учился в обычной школе но когда пришел в девятый класс математического у нас половина класса были люди из языковых школ вот они 8 класса подучили языковое в 9 математическую и они так могли просто сидеть там болтать на языке друг другом то так практиковались то есть очень-очень здорово у них не только грамматика была хорошо поставлена но и произношение замечательно я сам учил немецкий и у нас вот как-то в обычной школе московской когда я учил немецкий там одни двоечники были я среди них вот был один хороший ученик все остальные хорошие ученики были в английском а когда вот пришел в математическую там у нас но нормальные дети были в немецком и была одна девочка маша ее звали она была из немецкой школы вы чего ой маша у нее и такой и акцент там правильные все все произношением все было замечательно так вот что я хочу сказать вы конечно можете начать и до тугу это ничего плохого нет в том чтобы начать еще и до того тоже если деньги есть настроение есть там и так далее почему нет но все таки что вам сказать все таки надо сформулировать цель какую-то потому что ребенок если вы ему в раннем возрасте в таком закладываете что-то ребенок забудет язык с такой скоростью что трудно глазам своим поверить как это происходит то есть ребенок который допустим находится в соединенных штатах и но я не знаю там до пяти лет до шести даже до семи говорил только по-русски когда его отдают ну или пораньше там допустим садик или чуть попозже в школу этот ребенок уже не может практически говорить по-русски если только не проводится очень большая серьезная работа вот как допустим у нас там с внучками да то есть они дома с родителями только по-русски там няня бабушка и так далее вот они поддерживают это и мы мы держали нашу сашу до пяти лет в русскоязычной среде зная что если мы ее не додержим в русскоязычной среде она русский вообще забудет несмотря на то что это ее родной язык там и так далее тогда попадет в англоязычную тут же сразу снесет все поэтому если вы как бы ребенка хотите который живет в россии чтобы он хорошо говорил по-английски и так далее я ничего лучше чем допустим языковую школу и придумать не могу кроме того вы должны были бы конечно или через школу или еще через какие-то другие ресурсы стараться этого ребенка вывести куда-то в среду великобританию не знаю там на кипр ну где там по-английски люди говорят новую зеландию в сша в канаду вот периодически вывозить или в лагере там отправлять может быть на пару-тройку месяцев летом или даже дальше даже на пару недель это все равно очень важно и вот но вы должны создать такие условия ребенку чтобы начать заниматься английским уже неважно в каком возрасте но в четыре года ну в 3 ну в 5 вот чтобы он находился постоянно либо в процессе изучения либо в среде какой-то а среду легко создавать это фильмы это там в интернете мультики я не знаю там источник какие-то там книжки читать вот ездить куда-то путешествовать с ребенком может быть лагеря специальные там какие-то детские тогда должны какие-то программы но имейте ввиду что если вы начали это делать то вы должны поддерживать это иначе уйдет легко вот но дальше уже конечно если вы дотянете это все до окончания средней школы это уже будет приличный язык у человека очень приличный во первых он его не особо забудет во вторых он может подкреплять этот язык тем что он там может подрабатывать где-то там может быть я не знаю где вы живете и какие у вас возможности на это можно туристов водить можно в каком-нибудь там какой компании подрабатывать там так что было связано с языком я уж не знаю можно блок какой-нибудь вести англоязычный на ютубе в конце концов хочу и переписки сразу много будет тут тебе фейсбук тут те все дела ну ну правда то есть можно просто жить на языке можно жить в москве но жить на языке на английском еще от ребенка тоже зависит вы можете его пичкать этим языком а ему может быть это влом это тоже возможно вы сейчас не знаете но с другой стороны я не думаю что если это органично так произойдет это будет влом наоборот это ну так мне хочется думать это будет в кайф это будет как бы прикольно и не все вокруг вот так здорово говорят там по-английски так далее поэтому это это очень неплохо уже поддерживать язык когда ты уже студент допустим или когда работать пошел там там уже наверное проще потому что бывает работа с языком бывает очень многие профессии виды виды занятости такие производственные связаны с языком когда у тебя язык есть то ты скорее попадешь на такую работу где ты его как бы улучшишь усилишь там и так далее что касается двуязычие такого малолетнего я вижу здесь семьи где дети с вот рак с рождения находится в среде где два языка иногда три языка допустим там вот у нас есть сашин тренер по теннису он сам чех жена у него китаянка они они у них американка и вот у них ребенок с няней по-английски они двое детей дети с няней по английски с папой по-чешски и с мамой по-китайски и вот они с детства вот они на свет появились они живут в трех языках ничего страшного то есть как бы даже наоборот вот все все прекрасно вспомните о том как дворяне то есть люди зажиточные помещики они выписывались и там гувернеров французов которые с детьми вот так домашним домашним воспитанием домашним обучением занимались на французском языке допустим помните у дубровского читали дубровская я даже не знаю как удобно ли спрашивать я не могу я не могу дар мир в потемках понимаете вот простой человека тоже мог пару слов сказать по-французски значит то есть это как бы обычное дело когда с ребенком с детства говорят там на двух языках совершенно замечательно бывает все на трех и на четырех в европе например там такое многоязычие бывает что дети там и на четырех и на пяти и на шести языках разговаривают день в голландии там в австрии швейцарии и так далее я то есть я знаю родителей у которых вот такие дети то есть как бы обычное дело европейцы вот поэтому мне нравится мне нравится заинтересованность родителей молодцы вот мне нравится что они как-то вот фокус такой этому дают у них конечно есть какой-то иммиграционный такой вектор дайна я в лотерею играют то есть им бы хотелось как-то вот так еще что-то такое придумать своей жизни но придумают не придумают я не знаю но вот пока что если если дети еще по возрасту не могут ходить в языковую там спецшколу абсолютно любые виды активности совершенно замечательно какие-то там кружки или с преподавателем там чего угодно это не так важно потому что в основном ребенок нахватается языка когда будет в английской школе или куда-нибудь еще там на стажировку на практику поедет там на на месяц на пару там в школьные годы бывают программы обмена школьниками когда они там год в семье живут быть отправить его в австралию там на год вот так вот и будет английский так что к счастью в наше время настолько не проблема господи я вспоминаю как в наш время даже рассказывать не хочу чтобы никого не огорчать то есть какие были возможности по сравнению вот с тем что сейчас это даже не один процент эти одного процента не было от того что есть сейчас так что если фокус есть настроение есть тем более денежки есть чтобы так что я вам пожелаю успехов и вот значит что все получилось наверное наверное вы могли бы еще и с педагогами поговорить то есть я ты так чисто в бытовом таком плане рассказываю с таким иммигрантским оттенком наверное есть педагоги то есть мы не мы знаем что они есть которые занимаются детками которые занимаются английским которые работают с разными возрастами и так далее они вам гораздо больше расскажут чего-нибудь разумного так что я я даже не пытаюсь в эту сторону идти поскольку не владею вопросом но вот так вот с моей колокольни вот так счастливо а и и и и и и